МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Организовал телемост для военнослужащих и их семей. Недовольство работы управляющих компаний, помощь в процессе переселения из ветхого жилья, содействие в вопросах газификации. Депутат Государственной думы Александр Хинштейн провел очередной прием граждан. Насморк, заложенный нос и высыпание на кожу. Как проявляет себя аллергия на холод и стоит ли ее лечить? Лучшие в стране. Саморские фехтовальщики завоевали золотые медали всероссийских турниров. Родные, побывавших в Макеевке военных из Самарской области, связались с ними по телемосту. Общение военнослужащих и их семей организовал губернатор Дмитрий Азаров. Подробности в нашем материале. Губернатор Дмитрий Азаров работает в Ростовской области. Там он провел встречу с бойцами из 63-го региона, а также организовал телемост, во время которого военнослужащие смогли пообщаться со своими родными и близкими. Губернатор подчеркнул, после того, что случилось в Макеевке, родственники очень переживали, и такое общение для них важно. Хочу еще раз поприветствовать всех родных, близких, которые собрались сегодня в Самаре, и у которых сегодня будет возможность поговорить с бойцами. Я побывал в городке военном, мы посмотрели условия размещения военнослужащих, но думаю, лучше всего, наверное, это услышать от самих военнослужащих, от наших земляков, и пообщаться с матерями, женами, которые собрались в Самаре. Организованный по инициативе главы региона телемост объединил военнослужащих и их родственников из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокубышевска и рядом муниципальных районов губернии. Родственники подчеркнули, что для них это возможность увидеть родные лица, узнать у самих военнослужащих, все ли у них хорошо, и укрепить в бойцах уверенность в том, что их поддерживают и ждут возвращения домой их семьи, друзья и все жители региона. Хорошо, что у нас есть такая возможность не только тебя услышать, но и увидеть. Я знаю, что у вас там все хорошо, и что ты воспитан так, как мужчина настоящий. Дорогие ребята, вся Самарская земля за вас очень переживает. Спасибо, что мы сейчас вас видим. Мы вас очень верим, очень вас любим. Вы нам все очень родные. Мой золотой фемьер, ты мне обещал, ты должен все обещания выполнить. С победой вернуться домой. Со всеми своими ребятами. Ребятки, работайте, все будет отлично. Мы вас ждем, мы ваш очень серьезный и сильный тыл. Как ты там? Все нормально? Все. Отлично, все. Ой, слава богу. Я тобой коржусь, мой золотой. И ждем тебя с возвращения, с победой. У одного из бойцов на днях родился долгожданный ребенок. Сыночки, я тебя поздравляю с рождением дочери. Родные попросили командование по возможности отпустить бойца на побывку домой, повидать маму с малышом. Разговор длился более часа. Родные и близкие смогли убедиться, что их сыновья и мужья достойно несут службу, успешно справляются со всеми боевыми задачами. В конце встречи губернатор Дмитрий Азаров пообещал, что такие телемосты будут проходить на регулярной основе. Он подчеркнул, что помощь семьям военнослужащих по любым вопросам будет оказываться непрерывно. А также пообещал позаботиться обо всех подразделениях, в которых сегодня служат самарские защитники Отечества. Парни, которым пришлось очень непросто, все мы знаем об этом, тем не менее ведут себя очень мужественно, стойко переносит в связи от этой военной службы. И, конечно, я горжусь тем, что такие защитники Отечества рождаются в самарских землях. После завершения телемоста губернатор провел личный прием бойцов. Все обращения и вопросы взяты на особый контроль. Сейчас губернатор Дмитрий Азаров продолжает работать в Ростовской области, а также на территории новых регионов страны. Он проверил условия пребывания военнослужащих в расположении и встретился с ранеными в госпитале. Губернатор сообщил, двоих бойцов, которые до сих пор проходят лечение в Ростове-на-Дону, уже сегодня направят в Москву в специализированный госпиталь. Кроме того, Дмитрий Азаров доставил землякам дополнительные обмундирования и спецсредства. Виктория Шарая, События. Губернатор Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником. Глава Самарской области отметил, что прокурорский корпус нашего региона всегда отличали высочайший профессионализм, верность служебному долгу, высокая ответственность за результаты своего труда. И сегодня эти качества, передаваемые из поколения в поколение, помогают работникам прокуратуры достойно выполнять поставленные перед ними задачи. Также губернатор поблагодарил ветеранов ведомства и сотрудников прокуратуры, бережно хранящих и приумножающих традиции своих предшественников, за качественное выполнение своих профессиональных обязанностей, стремление обеспечить строгое соблюдение буквы и духа закона. С профессиональным праздником работников прокуратуры поздравила и глава города Елена Лапушкина, отметив, что это ведомство в России – один из важнейших институтов, защищающий интересы общества и государства. От деятельности структуры во многом зависит правопорядок в нашем городе и стране, социальное и экономическое развитие. Ответственность, мужество, принципиальность и неотступное следование букве закона – отличительные качества сотрудников ведомства, позволяющие достойно решать поставленные государством задачи. Особую благодарность глава города выразила ветеранам прокуратуры за достойный вклад в укрепление законности и правопорядка Самары, накопленный опыт и пример для нового поколения сотрудников ведомства. Содержание по зимнему регламенту. В областном центре подрядные организации продолжают расчищать уличнодорожную сеть. Для того, чтобы покрытие прослужило максимально долго, его убирают своевременно и качественно. В частности, используют ручной труд в труднодоступных для тяжелой техники локациях, а также ведут обработку противогололюдными реагентами. Сегодня в дневную смену такие работы организовало муниципальное предприятие благоустройства и на улице Солнечной. Напомню, участок дороги от улицы Димитрово до Нововокзальной отремонтировали в 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность объекта свыше двух километров. Новое покрытие появилось на 38 тысячах квадратных метров автодороги. По словам специалистов, качественное содержание – залог увеличения срока службы отремонтированной дороги. Уборка снега с покрытия проезжей части несет с собой два критерия. Первый – это, соответственно, пропускная способность автомобильной дороги, то есть расчистка всех полос покрытия проезжей части. А вторая – это с наступлением весеннего периода, когда происходит таяние и замораживание снега, то есть так называемый переход через ноль. Соответственно, воды на покрытие асфальтобетонным становится меньше, и из-за этого менее происходит разрушение асфальтобетонного покрытия, и данное покрытие будет служить намного дольше. В Самаре строительство метро не останавливается ни на день, как в историческом центре города, так и в районе перекрестка улиц Полевой и Новосадовой. Наибольшего результата достигли в зоне метростроя на улице Галактионовской, где в дальнейшем возведут станционный комплекс. Здесь готовность стартового котлована составляет более 90%. В середине января ожидается прибытие в Самару представителей специализированной субподрядной организации, которая в дальнейшем поставит и смонтирует тоннели-проходческие механизированные комплексы, рассказали в Управлении капитального строительства Самарской области. Пока же актуальные работы, в том числе связанные с инженерными коммуникациями, продолжаются. В частности, в ближайшие пару месяцев укрепят коллектор на улице Вилоновской. Строительство метро и все остальные процессы находятся на непрерывном контроле областных и городских властей. Напомню, что после завершения первой ветки Самарского метро подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. С вводом в эксплуатацию станции Театральная интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут. По расчетам экспертов, пассажиропоток в метрополитене вырастет минимум на 15%. Для этого муниципальное предприятие Самарский метрополитен планомерно обновляет технический парк. К началу текущего года в заводских условиях в Санкт-Петербурге капитально отремонтировали 22 вагона. Еще один новый поезд из четырех вагонов курсирует по ветке с середины 2020 года. А в этом сезоне планируют отправить на капремонт до 10 вагонов. Рассчитывают, что к открытию Театральной почти весь подвижной состав обновится. Новая станция позволит горожанам без пробок, с комфортом за 20-25 минут добираться с окраин до центра Самары и обратно. И чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. Если метро есть, это проще, удобно, быстро добраться. Тем более, что рядом с нашим дворцом, недалеко, станция метро спортивная. Поэтому строительство новой станции метро позволит жителям старой части города приезжать на наши мероприятия. И людям, которые живут здесь, недалеко от нас, ездить в город и приобщаться и к Театральной Самаре, и к Концертной Самаре, и просто прогуляться. Поэтому однозначно наши ветераны во мнении, что метро, новая станция нужна жизненно, потому что в большинстве своем у людей пожилого возраста есть главный ресурс – это время. Время, которое можно провести интересно и с пользой. Центр города, историческая часть – это все предоставляет. Вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья, недовольство метражом предоставленной квартиры, содействия в передаче Самарского музея уникального оптического аппарата. С такими проблемами жители города пришли на прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Какие решения были найдены, расскажет Светлана Кудрявцева. Эльза Яковлевна Медведева, много лет руководившая в Самаре детским научно-астрономическим обществом, передала в городской музей космоса уникальный оптический аппарат планетарий Карла Цейса «Модель-1». Он проецирует изображение звездного неба на темный купол. В этом году аппарату исполняется 100 лет. Этот аппарат, конечно, уникальный. Это оптический аппарат, оптический. Вот, если посмотреть, я ее, видимо, принесла фотографию. Вот как он устроен сам, вот этот шар, и вот он у него в трубе. То есть оптика. И поэтому на небе очаровательные созвездия. Не просто, как есть, ну, дубные планетарии. Чтобы оказали содействие в процессе передачи оптического аппарата музею, Эльза Яковлевна обратилась к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Однако помощь уже оказал городской департамент образования. Когда в Самаре построят планетарий, а это запланировано на 2024 год, аппарат Карла Цейса передадут туда. Слава Богу, мы добились решения строительства планетария в Самаре. Начинается, средства из федерального, регионального бюджета выделены. Вот Эльза Яковлевна пришла сегодня с идеей, как еще лучше сделать это. У нее сохранился уникальный телескоп, которому исполняется в этом году ровно 100 лет, еще ЦСовский. И она предлагает этот замечательный телескоп передать пока в Самару космическую, ну, а затем после строительства планетария уже туда в планетарий. Ну, пока Эльза Яковлевна шла ко мне на прием, проблема решилась, так бывает нередко. Но и в этом году есть ее предложение, мне оно тоже оказалось интересным, провести какие-то торжества, учитывая, что этот ЦСовский телескоп ему в 2023 году ровно 100 лет. А вот Галина Протопопова пришла на прием к депутату, поскольку дом, где у нее есть комната в коммуналке, признан аварийным. Ее переселяют в квартиру в новостройке, но в отдаленное от центра район. И хотя вместо прежних 17 квадратных метров женщина получила квартиру площадью 34 квадрата, ее не устроила планировка и метраж жилой комнаты. Своя ванна, изолированная квартира. Я все это понимаю, ну дайте мне 16 метров хотя бы комнату жилой. Значит, дайте, у вас 17 метров, приезжайте в 34. На приеме присутствовали представители департамента управления имуществом Самары, которые предоставили документы, однако жительница все равно не согласилась с метражом. Но решение было найдено. Прямо сейчас с приемами сотрудника департамента управления имуществом она отправилась в новую квартиру, которую предоставляют для того, чтобы на месте все промерить самой и отфиксировать, отфотографировать. От этого будем дальше отталкиваться. Если все-таки этот метраж жилой площади соответствует нормам, она переезжает туда. Также среди обращений граждан недовольство работы управляющих компаний, оказание содействия в газификации и другие вопросы. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. За вклад в развитие экономики и укрепление законности в регионе. Звание «Почетный гражданин Самарской области» удостоились Леонид Михельсон и Александр Ефанов. За какие заслуги в губернии отметили государственных деятелей, расскажем в материале. В судебной системе Александр Ефанов работает более 35 лет. 33 года из них трудится в регионе. Председатель 6-го Кассационного суда общей юрисдикции удостоился звания почетного гражданина Самарской области за заслуги в укреплении законности, значительный вклад в повышение уровня доступности правосудия, защиту прав и законных интересов жителей региона. С 2018 года он возглавил суд, межрегиональный, Кассационный суд. Он объединяет 9 регионов нашего Приволжского федерального угла. Он отличался всегда принципиальностью, глубоким знанием юриспруденции и законов, положений и очень четко, конкретно разбирался в каждом деле. Председатель правления компании «Новотек» Леонид Михельсон стал почетным гражданином региона за значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области, активную благотворительную и общественную деятельность. Он ни на один день не вырывает связи с родным Новокуйбышском, где очень много сделано для развития спорта, творчества, детей в основном. Прежде всего он профессионал, профессионал делал. Он сумел пройти все стадии от рабочего до управляющего компанией и нигде не ошибался, на мой взгляд. На сегодняшний день высшие государственные награды региона удостоились 40 человек. Среди известных фамилий – директора промышленных предприятий, главы Самарской области и муниципальных районов, военнослужащие, деятели культуры, пищевой промышленности, священнослужители и общественные деятели. Михаил Ермоленко. События. Аллергия на зиму – вовсе не метафора, а вполне реальный диагноз. Насморк, крапивница, много слез. Именно так некоторые из нас реагируют даже на небольшой минус. Как понять, что зима – не ваше время года? Узнала Ксения Баканова. Если льете слезы на морозе и начинается насморк, когда не простужены, вполне вероятно, что у вас аллергия на холод. Заболевание редко и опасное, и, по словам врачей, может привести к отеку к венке. О том, что это не миф, Елена Баканова узнала еще в студенческие годы. По дороге в институт сильно замерзла. Последствия долгого пребывания на холоде оказались серьезными. Когда села в автобус, чувствовала, что все внутри просто не то, что трясется и дрожит. Каждую клетку ощущала. Когда приехала в институт, свое лицо не узнала. Появился отек очень сильный, краснота. И плюс такие прям по типу волдырей, можно сказать, популезные сыпь очень сильная. Елене понадобилось три дня, чтобы прийти в норму. Для облегчения симптомов пришлось принимать антигистаминные препараты. С тех пор она боится сильных морозов. И если за окном ниже 14 градусов, старается выходить из дома только по необходимости. Шарф, шапка и варежки – три незаменимых вещи в ее гардеробе зимой. Врачи утверждают, что симптомы аллергии обостряются при сильном ветре на открытых участках тела. Больше всего страдают руки и лицо. В легких вариантах она может протекать, как небольшие покраснения на коже в виде волдырей. А в тяжелых вариантах больные достаточно плохо себя чувствуют. Все участки тела, которые доступны холодному воздуху, отекают. Может даже повышаться температура. И иногда даже требуется госпитализация таким больным. Аллергия на холод проявляется не только зимой. Неприятные симптомы могут застать врасплох в любое время года. Например, после купания в прохладном водоеме. Проще всего заболеть людям, организм которых ослаблен. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Гастритом, танзелитом, холециститом. Чтобы выяснить, есть ли у человека холодовая крапивница, проводится простой тест в условиях стационара. Специалисты прикладывают кусочек льда на 3 минуты. Если в этом месте появляется волдырь, значит крапивница есть. Избавиться от аллергии нельзя. Можно лишь контролировать ее проявление. Специалисты рекомендуют избегать долгого пребывания на морозе и одеваться теплее. А за час до выхода на улицу наносить на лицо увлажняющий крем. Зимой правильно и вовремя питать нужно не только кожу, но и желудок. Научно доказано, что голодный человек на морозе замерзнет быстрее сытого. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, События. В ближайшие дни в Самаре установится комфортная погода. И это прекрасная возможность для того, чтобы начать активно проводить время на свежем воздухе. Чтобы покататься на лыжах или сноуборде, придется поискать площадку. А вот каток есть практически в каждом городском парке или дворе. А если вы еще не научились кататься на коньках, впереди несколько советов, которые позволят побороть страх и насладиться одним из самых увлекательных зимних видов спорта. Тема продолжит Александра Гусева. Укрепляет мышцы, помогает держать их в тонусе, формирует красивую осанку, развивает ловкость и выносливость. По мнению экспертов, катание на коньках – одно из лучших средств для поддержания физической формы. Но прежде чем выйти на лед, нужно подобрать удобные коньки и желательно научиться их правильно надевать. Любители фигурного ката не утверждают – чем крепче шнуровка, тем лучше. Это правда лишь отчасти. Голеностоп действительно должен быть хорошо зафиксирован. Но переусердствовать не стоит. Это может вызвать болевые ощущения. Первый выход на лед всегда волнительный. Новички боятся упасть, и этот страх придется преодолеть. Иван Пронюшкин хорошо помнит день, когда впервые вышел на лед. Сначала я узнал, что мой брат двойерно начал заниматься хоккеем. Я пришел сюда к нему на тренировку, я наделал коньки, пару раз упал и понял, что это мое. Иван уже шестой год профессионально занимается хоккеем и уверенно держится на коньках. Начинал, как и все, с базовых упражнений. Все начинается с хоккейной посадки. Это когда игрок практически садится как на стульчик, и человек чувствует устойчивое положение на коньках. И из этого положения уже в дальнейшем строится катание на коньках. Следующий этап – это уже толчок левый, толчок правой ногой и движение в хоккейной посадке. Это базовые упражнения, которые осваивают юные хоккеисты, приходя к нам в школу. Также это распространяется и на простых людей, которые начинают впервые кататься на коньках. Новичкам при выходе на лед необходимо прочувствовать собственное тело. Для этого существует упражнение «хоккейная посадка». Ноги следует немного согнуть в коленях, а корпус наклонить вперед. Затем можно не спеша начинать движение. Для начала оттолкнуться правой ногой, а затем левой. Как только научитесь непрерывно двигаться, задачу можно усложнить, попробовав упражнение «фонарики» или, как его еще называют, «елочка». Оно добавит ловкости. Во время движения нужно слегка развести ноги в стороны, а затем обратно собрать. Необходимо следить за тем, чтобы носочки смотрели в разные стороны. Если чувствуете себя уверенно, приступайте к следующему упражнению. Не отрывайте ног от льда. Двигайтесь непрерывно, наращивая скорость. Одним из самых важных элементов является торможение. Разогнавшись, разверните коньки на 90 градусов. Упражнение следует выполнять без суеты и спешки. И самое главное – не бояться льда. Тогда все точно получится. Александра Гусева, Константин Головин. События. Хоккеисты ЦСКА ВВС обменялись победами с «Динамо Алтай» из Барнаула в первенстве ВХЛ. Гандболистки «Лады» одержали уверенную победу в Суперлиге. А самарские фехтовальщики стали лучшими на всероссийских соревнованиях. Обо всем подробнее в нашей спортивной рубрике. Хоккеисты ЦСКА ВВС провели первые игры в 2023 году. В рамках первенства ВХЛ летчики принимали «Динамо Алтай». В первом матче стартовый период прошел без заброшенных шайб, отличились голкиперы команд. Во втором периоде самарцы трижды поразили ворота соперников. В заключительном игровом отрезке хозяева продолжили давить и смогли еще дважды огорчить гостей. Барнаульцы смогли лишь забить гол «Престижа». 5-1 победа ЦСКА ВВС. Вторая игра поначалу была продолжением первой. Летчики открыли счет уже на десятой секунде, но еще до перерыва гости вышли вперед. Затем самарцы вернули себе лидерство, но упустили победный счет за 35 секунд до конца матча. В овертайме соперники не забили, а в серии буллитов сильнее оказались гости. 3-4 в пользу «Динамо Алтай». Соперники проведут еще две встречи в Самаре. Гонбалистки «Лады» дома обыграли Агу Адыев из Майкопа в матче российской суперлиги. Тольяттинки вышли неоптимальным составом против одного из аутсайдеров турнира. И тем не менее уверенно контролировали ход матча на протяжении всего поединка. Лишь изредка подпуская соперниц на расстояние 3-4 очков. 39-32 победа «Лады». Баскетболисты «Самары-2» с двух поражений начали 2023 год. Команда дважды уступила «Локомотиву Кубань-2» с «Шор» в домашних матчах Единой молодежной лиги. 60-91 и 40-81. В обоих матчах самым результативным в составе самарской команды становился Даниил Волков, оба дня набиравший по 11 очков. Самарские фехтовальщики успешно выступили на всероссийских соревнованиях. Кирилл Бородачев выиграл всероссийские соревнования по рапире среди мужчин, которые прошли в центре фехтования Ильгара Мамедова в подмосковных Химках. А Виолетта Храпина стала лучшей на всероссийском турнире по шпаге среди женщин. В финале она выиграла у москвички Айзанат Муртазаевой со счетом 11-10. Кирилл Бородачев. Сергей Корякин и другие спортсмены. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. А вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В телеграм-канале Самарского района организовали сбор средств пострадавшим при пожаре в жилом доме по Некрасовской 25А. Напомним, возгоранию присвоили второй ранг сложности. С огнем боролись более 150 человек и свыше 50 единиц техники. Погибли два человека. По ликвидации пожара сотрудники следственного управления приступили к осмотру места происшествия. Жильцам сгоревшего дома окажут необходимую помощь. Тем, кто утратил документы, миграционная служба восстановит их в ближайшее время. В телеграм-канале Самарского района опубликованы реквизиты для организаций, учреждений, предприятий и физических лиц, желающих оказать помощь пострадавшим. 8 января в Советском районе потерялась собака Метистакса, сообщает в телеграм-канале. Кличка Барси. Окрас черный с рыжими подпаленными. Животное пропало в районе улиц Аэродромной промышленности, партизанское Бобруйское. Очень переживают хозяева и просят нашедших Барси придержать питомца и сообщить о его местонахождении по телефонам, опубликованным на экране и в телеграм-канале Советского района. Стало известно, когда самарцы получат первые квитанции завода в 2023 году. Говорится в телеграм-канале Красноглинского района. Первый счет ресурсники выставят в начале февраля. Данные будут формироваться по показаниям, которые поступят от жителей областного центра с 7 по 23 января. Квитанцию за декабрьское водоотведение и водоснабжение жители Самары получили в конце 2022 года. Платежные документы были сформированы в авансовом режиме. Тогда для расчета были взяты данные за ноябрь. Это удобно для тех, кто предпочитает оплачивать коммунальные услуги до наступления нового года, уверены представители ресурсоснабжающей компании. В январе платить заводу самарцам не придется. Следующая квитанция поступит в феврале в те же сроки, что и обычно. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова